Британский военный, отслуживший в Эстонии, подал в суд на Министерство обороны собственной страны. Солдат уверяет, что так замерз в прибалтийской наносфердержаве, что получил посттравматический синдром и теперь заикается и неразборчиво говорит. Об этом сообщает The Daily Mail, а посему не кисло бы выплатить ее королевскому величеству своему подданному жалкие 860 тысяч фунтов стерлингов или около 1 миллиона из 100 тысяч долларов. Согласитесь, где-то сейчас остатки непобедимой армии Третьего рейха округлили старческие глаза и спросили, а что так можно было? Да-да, какие шутки. 31-летний военнослужащий корпуса королевских инженеров, надо бы добавить быстро замерзающих, был направлен в Эстонию в ноябре 2017 года в рамках операции по сдерживанию российской агрессии на Балканах, пишет все та же The Daily Mail. Хотя, судя по всему, там банально авторы перепутали Балканы с Балтикой. Хорошо, хоть в Антарктиду не отправили, уже понимаете, да, как наши партнеры будут защищать Украину от 155 миллионов солдат Кремля. Но это мелочи. Командировка гражданина на континентальную Европу с берегов теплой матушки Темзы, хотя говорят, что Темза как Днепр это он, проходила с 10 ноября по 3 декабря. И во время дежурства, то есть даже не в окопе, Мвамба, по утверждению самого военного, подвергся воздействию экстремальных холодов. Так и слышатся сейчас дикие крики смеха, хоть из Мурманска, хоть из Якутии, хоть из Сибири. Хотя, честно сказать, и автору данного канала подобное не читать без хихонек и хахонек тоже сложно. Того и гляди, получишь посттравматический синдром и будешь подавать в суд на королеву Англии. Но то ладно, согласно архивным метеосводкам, температура в Эстонии во время пребывания там британца не опускалась ниже минус 4 градусов по Цельсию. У нас в такое время снеговиков лепят, не говоря про разные интересные эксперименты с погружением в полынью или зимнюю рыбалку, от одного вида которых английским королевским войскам явно бежать захочется. Но и это тоже не все, не переключайтесь. Друзья, Новый год на носу, пора готовить подарки. Компания Великорос приготовила душевные, качественные и полезные подарки для всех, кто любит свою родину. Кожаные ремни с уникальным дизайном, красивые и невероятно прочные ножи, роскошные свитеры и шарфы, подарочные наборы, а также многое другое. Все вещи упакованы в подарочные пакеты и коробки из крафтового картона. По-настоящему качественные и стильные вещи Великорос мигом разлетаются. Так что не откладывайте покупки в долгий ящик. Успейте купить все, что нужно вам и вашим родным. Переходите в магазин по ссылке в описании. Дело в том, что подобный случай, не единичный. Похожие иски от британских солдат африканского происхождения уже имели место быть в 2016 и 2018 годах. Хотя и тогда местная Миноборона их не удовлетворила. Более того, норвежские газеты также писали об учениях НАТО, проходивших в этой стране в марте 2014 года, тоже крайне занимательные вещи. Солдаты Альянса тогда должны были пройти усиленную подготовку в северных условиях на случай, как было заявлено, военного конфликта с Россией. Однако, увы, маневры завершились провалом, так как британские морпехи отказались выходить на улицу и выполнять поставленные командованием задачи при температуре ниже 8 градусов. Оказалось, что в такие холода они не в состоянии пользоваться памперсами, да-да-да, которые выдаются им на время длительных учений. Подмоченные подгузники примерзали к телу. Причем, заметьте, да, ношение подгузонов у английских войск почему-то посттравматических синдромов не вызывает. Здоровые мужики, танки, винтовки, памперсы. Все хорошо, традиции такие. Пади, не дикие же русские. А, и да, чуть не забыли. Все в той же Норвегии тоже зимой с американским авианосцем Гэри Трумэн. Во время учений единый трезубец. Не ржите, так же случилось напасть. На такую дуру, конечно, да еще в океане подгузников не наберешься. Там получилось чуть иначе. Тогда ни один самолет Пентагона не смог взлететь с палубы, потому что она покрылась наледью, и пилоты просто не рискнули это делать. Зато на коньках покатались. Но зато все страны НАТО борются за спасение Украины. Не от мороза или нищеты, правда, а от коварного Путина, который все не приходит. Ну, какая разница. Так что подождите, это по-прежнему не конец истории.